Почти виртуальное общение. День российского предпринимательства прошел в республике в новом дистанционном формате, но не стал от этого менее ярким и зрелищным. А тех, кто, несмотря на сложную экономическую ситуацию, двигается вперед, в сюжете Натальи Мальчиковой. Держать марку в условиях кризиса совсем непросто. Надо оперативно принимать решения, постараться сохранить коллектив и вовремя выплатить зарплату, даже если нет прибыли. В короткий срок переоборудовать мощности, если того требует обстоятельства. Стратегия ведения личного бизнеса напрямую влияет на развитие республики и ее экономику. Об этом на разных площадках говорили участники онлайн-встречи. Прямые включения шли из торгово-промышленной палаты, бизнес-инкубатора, дома правительства. Все те трудности, которые сейчас на нас навалились, конечно же, мы пройдем с вами вместе, как это много раз бывало. Возможно, какие-то отрасли преодолеют эти трудности быстрее, некоторые чуть-чуть дольше. Но в целом я убежден, что все нам удастся. Меры государственной поддержки в условиях пандемии беспрецедентны. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджета. В планах правительства объединить все структуры развития и поддержки бизнеса, чтобы по принципу одного окна оказывать весь спектр услуг и сервисов. Ведь бизнес молодеет, в ряды предпринимателей все чаще приходят молодые, амбициозные кадры. Очень помогают бизнес-инкубаторы. Своим опытом готовы делиться профессионалы от производства. Сегодня мы способны, если с поддержкой власти, создать больше рабочих мест, с хорошей оплатой. И мы уже сегодня конкурируем на мировом рынке с лучшими мировыми марками и производителями. Надо работать самим и достигать поставленных целей. Консультационной и объединяющей площадкой уже многие годы является торгово-промышленная палата. Много обращений в палату поступает с разными просьбами. Мы стараемся помогать, консультировать и так дальше. Надеемся, что истории успехов молодых предпринимателей будут продолжаться. Я искренне поздравляю всех с Днем предпринимательства. Удачи всем. И вместе мы будем сильнее. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», главный ориентир которого – улучшение предпринимательского климата в Чувашии, сегодня реализуется целый ряд проектов и программ. В числе победителей республиканского конкурса «Лучший предприниматель 2019» оказались те, кто активно пользуется мерами господдержки. Заслуженные награды некоторые победители получили сразу, другие – чуть позже, когда будут сняты ограничения. Онлайн-праздник завершился выступлением кавер-рок-группы «Клуб ТТП». Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Пусть лучше он прогнялся под нас. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, «Республика».